В Кремле Воскресенье 19 апреля неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха. Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в основной закон примут Госдума и Совет Федерации. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух трети законодательных собраний регионов. Новая Конституция вступит в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием. Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина. Поправки будут внесены на голосование одним пакетом. Вопреки прогнозам, на начало прошлого года окружной бюджет выполнен с профицитом. Об этом в ходе оперативного совещания под руководством главы региона сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Михайлов. По оперативным данным, по состоянию на 1 января 2020 года за 2019 год в окружную казну поступило 22 млрд 843 млн рублей. При годовом плане 22 млрд 731 млн рублей. В том числе от Харягинского СРП 7,7 млрд, налог на имущество 6 млрд, налог на прибыль организации 3,6 млрд, безвозмездные поступления 3,8 млрд и НДФЛ 1,4 млрд рублей. Из расходов за 2019 год 22 млрд 680 млрд, при годовом плане 24 млрд 196 млрд, то есть исполнение составило порядка 94%. Предварительно закончили год с профицитом в 163 млрд рублей, при годовом плане дефицита 1,4 млрд. Государственный долг региона в прошлом году составил 1 млрд 600 млрд рублей. Итоговый отчет об исполнении окружного бюджета за 2019 год будет представлен на рассмотрение собрания депутатов Ненецкого округа в июне. В Ненецком округе начался третий региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Первое испытание окружные ученики прошли 13 января. Тогда состоялась Олимпиада по русскому языку, сегодня по экологии. Испытания продлятся до 20 февраля и будут проходить по 20 различным предметам. В региональном этапе Олимпиады примут участие школьники 9-11 классов, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах – школьном и муниципальном. Общее число участников регионального этапа в округе в этом году составит 509. Это на 134 человека больше, чем в 2019 году. По итогам регионального этапа самые сильные ученики страны из всех регионов России будут состязаться на федеральном уровне, который пройдет в марте-апреле 2020 года. В случае победы на федеральном уровне для его участников будет представлен существенный бонус – возможность поступить в профильные ведущие вузы страны, на профильные факультеты без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ИГ по предмету, соответствующему профилю Олимпиады. В Индиге на финишной прямой подготовка к запуску образовательного процесса в новом здании школы в общеобразовательном учреждении уже смонтировано компьютерное и интерактивное оборудование общей стоимостью порядка 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной администрации. До конца января в поселок доставят оборудование и инвентарь для занятий спортом, уроков технологии, учебные пособия, мебель, а также оснащение для пищеблока школы. После поставки всего объема оборудования и инвентаря, необходимого для организации образовательного процесса и плановых проверок надзорных органов, будет проведена процедура лицензирования и организован учебный процесс. Средства на оснащение здания образовательного учреждения выделены администрацией Ненецкого округа в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Русвет Петра». Напомним, работы по возведению школы в Индиге возобновились в 2018 году после длительного перерыва. Строительство школы на 150 мест началось еще в 2012 году, тогда за Полярным районом. Был заключен муниципальный контракт на общую сумму 440 миллионов рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменились два субподрядчика, а деньги были освоены лишь на 61%. Весной 2018 года главой Ненецкого округа Александром Цибульским было принято решение о передаче шестилетнего долгостроя с муниципального уровня на региональный. Летом 2018 года с компанией «Строюниверсал» был заключен договор подряда. И в декабре 2019 года все работы по строительству были завершены. На автобусном маршруте «Искатели Красное» новый перевозчик по итогам торгов аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Анатолий Курленко. Как сообщили в администрации Заполярного района, муниципальный контракт с перевозчиком будет заключен в течение 10 дней. Согласно условиям контракта, перевозчик должен будет с 1 февраля по 1 июня выполнять два рейса в день из поселка «Искателей» в «Красное». На маршруте он должен использовать автотранспортные средства вместимостью не менее 20 человек. У победителя аукциона есть в собственности необходимая техника и получены лицензии на пассажирские перевозки. Контракт рассчитан на весенний период до момента снятия моста через реку Куя. После возобновления сообщения с Приморско-Куйским сельсоветом планируется заключить новый контракт уже на год. В Заполярном районе также пояснили, что стоимость проезда для жителей не изменится. Взрослые пассажиры должны будут заплатить 250 рублей, дети и льготники – 150. К последним относятся женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. Ветераны труда и ветераны труда Ненецкого округа, пенсионеры, студенты, очная форма и школьники. Православные жители Ненецкого округа в эти выходные отметили один из больших христианских праздников – Крещение Господня. Традиционно в этот день принято совершать омовение в ледяной купеле, но в этот раз традиция была нарушена. Из-за теплой погоды прорубь для купания не обустроили. Жители города могли набрать крещенской воды из Печоры. И несмотря на это, праздник состоялся по всем христианским традициям. Крещенский сочельник прошел великий чин освящения воды на утренней службе. Второй раз чин освящения прошел вечером 18 января в храме. Кроме того, по традиции, горожане ночью с 18 на 19 января набирают крещенскую воду на Качгартинское курье. Обычно здесь обустраивают Иордань для омовения, но в этом году по соображениям безопасности из-за слишком тонкого льда ограничились лишь прорубью для забора воды. Третий раз воду освящают 19 января во время утреннего богослужения. По традиции, прихожане Богоявленского собора в этот день идут крестным входом от храма к Иордане. Владыка проводит чин освящения воды на Качгартинское курье. Набранное на крещение воду хранят вдали от солнечных лучей. Лучше всего расположить емкость со святыней возле икон. Считается, что она не портится. Святую воду можно набрать на протяжении нескольких дней после водосвятного молебна. Кстати, накануне праздника рядом с Богоявленским храмом оборудовали водосвятную часовню. Вода в нее поступает и специально пробуренная сважина после ее освящения. Прихожане смогут набирать воду здесь. В каждой строчке Победа под таким названием в минувшие выходные в телевисочном клубе «Престиж» прошел фестиваль песенного творчества. В этом году его посвятили юбилею Победы, Великой Отечественной войне. На одной площадке выступили более 10 коллективов из разных регионов округа, которые исполнили популярные и малоизвестные песни. Всего на песенный фестиваль приехало более 10 коллективов. Кроме всеми любимых и известных песен, на фестивале прозвучали и уникальные. Также на фестивале презентовали проект «Капсула времени». Представителям сельских поселений передали капсулу, в которой оставили послание для потомков. До 9 мая 2045 года они будут бережно хранить во всех уголках нашего региона. Первое в наступившем году лыжные соревнования прошли в Наринмаре. Второй этап Кубка Ненецкого округа по лыжным гонкам состоялся 19 января на лыжной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Участие в первых в этом году соревнованиях приняли взрослые спортсмены от 18 лет и старше. Всего на трассу вышло 20 лыжников. 15 мужчин и 5 женщин. Представители стильного пола бегут на дистанцию 15 километров в свободном стиле. Женщины 10 километров в том же стиле. В итоге первое место на пьедестале почета среди женщин досталась Елене Дуркиной. У мужчин самым быстрым стал Егор Евтысый. Победители и призеры гонок награждены медалями и дипломами Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Третий финальный этап соревнований пройдет в марте 2020 года. Ненецкий краеведческий музей приглашает горожан принять участие в конкурсе «Фотографии охотники за сиянием». Мероприятие проводится в рамках Дня холода. Заявки принимаются до 21 февраля. Участники могут направить на конкурс до двух фотографий, которым необходимо дать название, указать место и время, также написать краткую историю ее создания. С требованиями к фотографиям, критериями и оценками и порядком проведения конкурса можно ознакомиться в положении на сайте организатора победителей и призеров определяют 15 марта, их наградят грамотными и памятными подарками. Лучшие фотоработы будут представлены на выставке «Охотники за сиянием» в Ненецком краеведческом музее с 1 марта по 30 апреля этого года.